Ха! Посмотрите на этого крутого гэнгстера, йоу! Кошка, а ты таким не был? Нет, я был намного хуже Да, туда всё пошло к чёрту Здорово, кореш Я себе потрачу последнюю неделю и скоро докачаюсь до шестого ловака Буду тусить с вами О, нет, чувак, нам рэперы нафиг не нужны А ты подавно Это всё из-за того, что я рифмую на У Потому что я так хочу, я так могу И Пикачу Не, в натуре, OG, рэп это не твоё, понимаешь? Как бы ты ни старался, это всё равно полный шлак О, ну что ж, послушай меня Я тебе расскажу сейчас, как я пойду на резону О, да, да, ты сейчас тебе это круто зачитал Я даже тебя немножко стал уважать За твои такие крутые рифмы Ё, ну, я тебе помогу ещё лучше, понимаешь? Если только... Слушай, слушай Я, короче, собираю большую толку Мы собираем всё полный зал И крутим реальный движ, крутую движуху И с моим участием, как я, OG, OG BATI VLOG Буду выступать на сцене, читать свой крутой рэп на У А, OG BATI VLOG порвался в игру Моя оппонент давно в гуру А я за ним не пойду Эй, 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 стоп, 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 я всё помню, я всё помню Только в следующий раз введи промокод, ладно? Чтобы больше не работать в этом престижном заведении под названием Забегаловка Всем привет И в сегодняшнем видеоролике я собрал 10 моментов из игры GTA San Andreas Когда Карл Джонсон был на грани своей смерти Но каким-то чудом ему всегда удавалось её избежать Я желаю вам приятного просмотра Чай, печеньки И мы с вами начинаем СиДжей продолжает наложивать дела и решает найти источник заправки банды Он заходит к свиту, там банды решают, что пока у них нет нормального поставщика оружия И лучше всего будут брать оружие у старого медвежатника Эммета Прибыв на место встречи, мы видим Эммета, который чистит Дезерт Игл Тот случайно выстреливает, он чувствует приближение смолки и Карла Разворачивается и уже чуть ли не убивает парней Но узнаёт в лице Карла погибшего его брата Брайна Эммет выражает свои соболезнания по поводу смерти матери СиДжея Тем разговоры меняются О поставке оружия банди Гроу Стрит На заброшенную взлётную полосу прилетает самолёт Андромеда Карл думает, что это люди Майка Торина Но оказывается, это не так Торина объясняет Карлу, что эти люди украли мины и планируют их продать на ближайший восток И если их не остановить, то может произойти большой политический конфликт Торина спрашивает Карла, нравится ли ему калечить людей Тем самым намекая на их ликвидацию СиДжея предстоит убить всех агентов, заминировать самолёт и спрыгнуть с него Но в ходе разговора с Ториной не упоминается то, что нельзя использовать однистрельное оружие И что вполне вероятно, из-за незнания этого Карл мог погибнуть в самолёте напичканным взрывчаткой Когда Карл в очередной раз приходит к Вузе, тот спешит на какую-то встречу Во время разговора в Вузе звонит маленький лев Парни Дананга начали действовать Они собрались на корабле Где надо пролететь на вертолёте и разведать обстановку Но в ходе операции вертолёт сбивает с РПГ Погибает вся команда и каким-то чудом Карлу Джонсону удается выжить СиДжей приходит на место встречи с Краш Через некоторое время подъезжает полицейский автомобиль Из машины выходит Джимми Эрнандеса и направляет на Карла пистолет Пуласке требует отдать ему досье, которое он недавно добыл Неожиданно Тэмпенни берёт лопату и ударяет Эрнандеса по голове Говоря, что он сдал их Тэмпенни говорит, чтобы СиДжей начал копать себе могилу Затем уходя, оставляет Пуласке, чтобы тот проследил Под наблюдением Пуласке Карл начинает копать могилу И убеждает Пуласке, что Тэмпенни рано или поздно убьёт и его Пуласке не верит в это и говорит, чтобы он копал быстрее Тем временем сзади встаёт пришедший в себя Джимми Эрнандес И пытается ударить Пуласке Но получает пуль в живот и падает в могилу, вырытую СиДжеем Три семьи объединились и планируют атаку на банду Баласов под руководством Свита Карл также был приглашён на атаку Однако по пути ему позвонил Цезарь, сказав, что у него есть важные новости, которые не терпят промедления Он показывает Карлу гараж, из которого выходят несколько членов Балас А за ними выходит Райдер, Биг Смоук, Фрэнк Тэмпенни А Эдди Пуласке выезжает из него на зелёный сейбр, из которого убили мать Карла Карл понимает, что Свит попал в ловушку и ему нужно срочно ехать к нему, пока Баласа не убили всех После продолжительной перестрелки приехала полиция и отправила Свита в тюремный госпиталь, ожидая решения суда А Крашпи отвезли Карлу в сельскую местность Спустя время Карл слышит голос Тэмпенни и Эдди Пуласке через чёрную повязку А когда её снимают, ему объясняют, что всё хорошо, что Свит жив и находится в тюремном госпитале, в ожидании приговора Выводя Карла на улицу, объясняют ему, что Биг Смоук всего лишь пешка в большой игре Тэмпенни не удаётся всучить Карлу и его условия, как тут же Пуласке решается прочистить ему мозги Но Тэмпенни его останавливает и даёт Карлу исправиться, выполнив для него некоторые поручения СиДжей приезжает к убежищу Каталины в Ферн Ридж, но двери в хижину ему не открывают Карл расскажет вокруг дома и выкрикивает свои извинения в адрес Каталины за недостаточное внимание В какой-то момент Карл внезапно подкрадывается Каталина, имеющая явные признаки шизофрении Валит Карла на землю и выкрикивает всякие проклятия, наставив на него пистолет Испуганный Карл начинает просить Каталину о пощаде Ярость её внезапно угасает Не убирая пистолет от лица Карла, влюби обильная Каталина признаётся ему в своих чувствах Карл от этого просто в шоке, не можно найти слов, чтобы выразить свои чувства Приобнявшись, парочка идёт совершать очередное ограбление Карл сидит перед умирающим Смоуком в его особняке Расспрашивая его в надежде узнать, почему он предал банду Смоук говорит, что причина всему этому деньги и власть Карл расспрашивает, почему он не остановился, ведь они были одной большой семьёй Но Смоук говорит, что у него не было выбора А после последних слов Смоука о том, что его имя никто никогда не забудет, он умирает И в этот момент появляется Фрэнк Томпенни и наставляет Карла на мушку своего Спас-12 С вполне очевидным исходом Но после длительного разговора Карл отвлекает Томпенни, а тот в свою очередь делает два выстрела мимо Карлу удается выжить После того, как Томпенни сбегает с деньгами, он уничтожает генераторы Впоследствии чего в особняке начинается пожар Карлу удается в нём выжить и за секунду до обрушения здания он пафосно из него выпрыгивает Подъезжая к отелью, друзья Карл замечают, что вокруг слишком тихо и не зря Полиция устраивает на отель облаву Уже здесь Райдер и Смоук показывают свою истинную личность Говоря, что здесь типа кажешься за себя И уезжают на автомобиле свита Карл не желая терять ещё одного брата, бросается его спасать К счастью, в машине каким-то образом оказывается дробовик Карл и Свит пытаются убежать через крышу отеля Но вдруг появляется полицейский вертолёт Который впоследствии приходится уничтожить Оказавшись на улице, парни не знают, куда бежать Но, к счастью, появляется Смоук и Райдер Где просят тех быстрее залезать в машину Райдер даёт Карлу АК-47, чтобы тот отстреливался от полиции Всё идёт гладко, но в какой-то момент оружие начинает клинить А на капоте оказывается офицер полиции Смоук уезжает в переулок и к ним навстречу летит непонятный вертолёт Который по итогу разрубливает офицера полиции А Карл каким-то чудом остаётся целым и невредимым Джизи звонит Карлу и говорит ему, чтобы он отправлялся к автомобилю на заправке Также он говорит, что там его ждёт Тибун Мэднес Карл прибывает к машине и видит, что там никого нет Когда он садится в машину, Тибун появляется на заднем сиденье, угрожая убить Карла Так как он подозревает его в работе на кого-то ещё Карл говорит, что он работает только за деньги и предлагает Тибуну убрать пистолет от его лица Внезапно появляется Майк Тарина и спрашивает, всё ли они сделали После чего они едут за фургоном с партией наркотиков, расположенным поблизости А на этом всё, надеюсь вам видеоролик показался интересным Если это так, не забудьте поставить лайк, написать какой-нибудь комментарий А также подписываться на канал, потому что здесь будет ещё очень много интересных видео про ГТА Сандрес Всем пока!